Марк Бабот, военный обозреватель, подполковник запаса ЦАЛЯ, в прошлом офицер генштаба ЦАЛЯ. Марк, приветствую вас. Здравствуйте вам и всем вашим телезрителям. Спасибо, что приснились к нашему эфиру. Ну давайте начнем с Украины. Говорят сегодня, что, ну вот видно даже на картах Дипстейт, что сороковая трасса это к северу от Бахмута. Какое-то такое красное вот это вот, то что считалось захвачено российскими оккупантами, оно уменьшилось. Какое-то продвижение украинских войск. Что происходит под Бахмутом сейчас на данный момент? У меня нет достаточно данных говорить об этом. Я, как и все нормальные люди в мире, надеемся на скорейшее контрнаступление украинских войск, где бы это ни было. Я думаю, что генеральному штабу Украины лучше всего известно, где находится слабая цепочка вот этой тысячекилометровой адской эпопеи. И поэтому я надеюсь, что там, где будет произведен удар, там это будет правильно. Старее всего, Бахмут превратился для Украины, для России в некий, в кавычках, Сталинград. И обеим сторонам это место было очень и очень важно. И я уверен, я надеюсь, я желаю, чтобы вот этот вот неуспех российской армии превратился в конечном счете в зачистку территории Украины до хотя бы 91-го года, до границ Российской Федерации, до границ, признанных мировым сообществом. По вашему опыту, вот такое наступление в течение уже нескольких месяцев, а напомню, что Бахмут берется уже чуть ли не с прошлого года, и это активное наступление, соответственно, у россиян нет обороны. Возможно ли контрнаступление вот это украинское как раз на этом направлении? Смотрите, насколько я понимаю военную науку, там, где идет наступление какой-то стороны, туда не начинается наступление. Там концентрация войск, там концентрация артиллерии, разведки и так далее. Надо находить обходные, напомню вам, допустим, контрнаступление, которое мы знаем из истории. Там, где, допустим, наступал враг, то его можно взять в кольцо с двух сторон, обхват. Там, где не ждут. Особенно это концепция Израиля, то есть атаковать там, где нас не ждут. Это было и в 82-м году в Ливанскую войну. Израиль атаковал с моря, несмотря на то, что было известно врагу, что у Израиля нет такого десантного потенциала. В 73-м году мы занимались обороной. И в какой-то момент египетские войска поняли, что им не пробиться за вторую линию укреплений на Советском канале. Поэтому там и были остановлены египетские войска, контрнаступление. То есть наступление египетских и сирийских войск, это в Долине Слез, это в Синая не произошло. Израиль уничтожил танковые и вообще нападающие части. И только потом перешел в контрнаступление, там, где нас не ждали, в перемычке между 2-й и 3-й армией на Советский канал. То же самое здесь. Без сомнений, есть достаточно слабых мест Российского фронта. И там нужно ударить в полную мощь с тем, чтобы потом уже, насколько мне понятно, зачистить территорию на север, на юг. По всем канонам военной науки. Марк, а насколько контрнаступление украинских вооруженных сил связано с каким-то из направлений юга, востока или Крыма? Важно ли, насколько я слышу комментарии военных экспертов, что на самом деле это не одно наступление, это 2-3 направления. И на каком-то из них, если будет удача, туда и будут перебрасываться паракадным трассам ЗСУ и там будут развивать это наступление. Я, снова, недостаточно в теме. Я понимаю, что Россия сделала то же самое, это удар растоперенными пальцами. И поэтому нет концентрации войск. Во всяком случае, принято, даже если ты хочешь сделать какие-то, допустим, маневры, типа, не провокация, а типа, спровоцировать ту сторону, думать, что ты идешь наступление в точку А, идешь в точку Б. Это принято. Можно даже две такие точки начинать, а главный удар, то есть главное наступление, должно быть концентрация сил твоя, должна быть разведка, артиллерия, все виды военной помощи, инженерные войска, если нужно проходить какие-то защитные полосы, которые были уже построены, ВВС, естественно, и так далее. Поэтому наступать по трем-четвертым направлениям, это неправильно, все равно должно быть одно главное, может быть одно второстепенное. Вот тогда у меня вопрос. Петр Павел, это президент Чехии, генерал НАТО в прошлом, в отставке, он говорит о том, что Украина есть силы на одно, большое наступление. И тогда остается вопрос, что наступать на Мелитополь, ну это небольшая победа, Восток это достаточно опасно, ну там все-таки и серьезные силы накуплены ДНР, ЛНР, так называемые. А вот остается Крым, получается, что Украина самая, если есть только одна возможность, фактически только одно наступление на Крым, чтобы обвалить российскую армию и захватить как можно больше территории, вернуть. Конечно, Крым это краеугольный камень российской экспансии в Украину, без сомнения, начиная с 2014 года. Это первая ласточка, которая предвещала всю вот эту вот войну и вообще эпопею и захват территории украинской. Это, я бы сказал, проба России русифицировать восточную Украину. Без сомнения, когда Крым падет, то это, может быть, окончательный удар или окончательный гвоздь в гроб Путина. Но, снова, я не знаю, что в данный момент лучше все сделать. И все спекуляции наши, которые происходят здесь, через компьютеры, под флоресцентами, они абсолютно не имеют под собой никакой военной или научной или какой-то базы. Поэтому говорить об этом, это абсолютно мешать в воду. Тогда вопрос окей. Украина будет решать свои задачи, но и Израиль стоит перед решением своих задач. С учетом визита Си Цзиньпина, главы Китая, в Россию, к Владимиру Путину, а до этого разговор о том, что Саудовская Аравия и Иран возвращают дипломатические отношения, и один из основных таких миротворцев выступил как раз опять Китай, Си Цзиньпинь. И если подтверждаются слухи об образовании этой новой оси зла, империи Китая, в которую входят Китай, Россия и Иран, например, КНДР, то получается, что решать проблемы контрнаступления украинского будет и Израиль. Нужно решать проблему Ирана. Израиль или, я не знаю, Америка, кто это будет решать. Вот с украинским контрнаступлением, возможно ли начало израильских действий в Иране? Смотрите, Израиль вообще, независимо от войны в Украине, повторяет раз за разом, что приближение к 90% точке обогащения урана, это красная линия, которую мы не позволим Ирану перейти. Что это значит, не позволим, никто об этом не говорит из наших военных или политиков. То есть, без сомнения, существуют какие-то планы, существуют какие-то тенденции, какие-то подготовки, которые, я надеюсь, могут реализовать собой, что такое эта красная линия, через которую Ирану нельзя, по мнению Израиля, перейти. Это раз. Ну, вопрос, конечно, будет ли у главы правительства от того времени достаточно силы, воли, чтобы отдать приказ на такую атаку? Естественно, Израиль для такой операции ищет себе союзников. Это может быть США, это может быть НАТО, и это может быть страны Кроссийского залива. Я не очень придаю значение, может быть, это тактический шаг, это не любовь суннитов к шиитам. Напомню, что после битвы при Карбале они постоянно в течение многих сотен лет постоянно мирились и воевали между собой. Поэтому, да, Саудовская Аравия, естественно, хочет обезопасить свои северные границы из страны Ферсидского залива от шиитского радикального Ирана. И, скорее всего, это такой шаг. В конечном счете, Израиль должен будет найти союзников для того, чтобы сделать вот этот вот... Если она произойдет, вот это вот, пересечение красных линий, то это независимо от войны в Украине. Что до Китая, снова, я не особенно знаток Китая, но, насколько я понимаю, Китай никогда не вмешается в такую неблагородную, непобедоносную, а именно проигрывающую войну и никогда не возьмет себе сторону проигравшего. Для них это потерять лицо. Я надеюсь, что вот этот сдерживающий фактор США, он и повлияет на, в конечном счете, войну Украины с Россией. Тем более, что сегодня даже республиканцы понимают, что если Китай взял сторону России, то он автоматически перешел в лагерь врага полноценно. То, что они еще не думали. Поэтому, если и республиканцы, и демократы будут поддерживать Украину полностью, то к этому и подключится и вся Европа, то конец войны очевиден, и он не за горами. То есть, может быть, год максимум. Я надеюсь, что даже быстрее и ближе. В конечном счете Китай не пошлет своих солдат воевать в России. Это тоже фактор вооружения, снаряды и так далее. Это все очень важно. Но если он начнет вдруг поставлять количество, то без сомнения это тоже поможет консолидации сил на Западе. Все принимают эту войну как война Востока и Запада. Или война России и общего Запада. Насчет Ирана. Иран недостаточно ключевая фигура, чтобы там изменить ситуацию в России. Там ракеты, беспилотники и так далее. Это все же все-таки ограничено. Тем более, что Израиль все больше и больше вливается в поставки Украине защитных мер каких-то, которые есть у Израиля. И это плюсуется к тому, что Израиль уже давно и очень много поставляет невообразимую гуманитарную помощь Украине. Об этом не говорят. И, может быть, и не нужно слишком много это афишировать. Но Израиль играет очень важную роль в гражданской обороне, в медицине, в энергоснабжении, в водоснабжении и так далее Украине. Поэтому, я думаю, Украина это знает и понимает. Естественно, Украина хочет, чтобы Израиль повысил свою, допустим, завязанность на помощи Украине с точки зрения военной. У Израиля, как вы знаете, свои проблемы. Не обязательно, что они сейчас проблемы внешние. Может быть, у Израиля больше сейчас проблем внутренних. Украина. 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 Украина.